К 2020 году Россия должна полностью завершить переоснащение армии и флота, что приведёт к сокращению гособоронзаказа. Чтобы не допустить остановки большинства предприятий обороны промышленного комплекса, президент Владимир Путин поставил задачу постепенно увеличить долю гражданской продукции к 2030 году до 50%. Организация этого процесса в Самарской области в этот четверг стала главной темой на совещании в Университете телекоммуникации и информатики, которую провёл депутат Госдумы и первый вице-президент Союза машинстроителей России Владимир Гутенёв. Сегодня у нас задача, с одной стороны, познакомиться с опытом федеральным, с теми мерами поддержки, которые уже действуют, которые разработал Минпромторг, посмотреть, где находятся предприятия Самарской области, в первую очередь ОПК в части проведённой диверсификации, и, соответственно, выработать более чёткую стратегию, чтобы результаты были осязаемые, поскольку в Самарской области ОПК является каркасом экономики. Ставка в диверсификации должна быть сделана и на взаимодействии с вузами. Речь идёт в первую очередь об инновационных разработках двойного назначения – военного и гражданского, которые затем предприятия ОПК могут использовать при выпуске продукции. Работа над ними уже ведётся. В частности, по нашему университету я могу сказать, что мы занимаемся разработкой технологии дистанционного зондирования Земли, которая может быть применена и в целях обнаружения каких-либо объектов, и также в мирных целях, например, для создания почвенных карт цифровых, потому что данная технология позволяет при помощи радиоволн проникать даже под поверхность Земли. Для помощи предприятиям в Самарской области также действует профильная областная программа. В рамках которых реализуется мероприятие представления за счёт средств областного бюджета субсидий юридическим лицам на модернизацию, техническое перевооружение и другие понесённые расходы в размере 25% от практически понесённых затрат, но не более 40 миллионов рублей на одно юридическое лицо. В 2018 году в этой программе, например, участвовало предприятие «Паук Кузнецов». Напомним, первые результаты диверсификации, согласно указу президента, должны быть уже в следующем году. Доля гражданской продукции на предприятиях УПК должна составить не менее 17%. Спасибо. Спасибо. Спасибо.